В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Морфилина Алексеева. Здравствуйте! В регионе поддержка малого бизнеса и финансовых вопросов организована с помощью Фонда развития предпринимательства Республики. О деятельности фонда за текущий год поговорим с гостем в студии. Это Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики. Петр Флодорович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите обо всех направлениях деятельности Фонда развития предпринимательства Республики за этот год. Наш фонд занимается тремя видами деятельности. Это у нас выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Выдаем до 5 миллионов, сроком до 3 лет. Ставки у нас варьируются от 4 до 12% годовых. Второе направление деятельности – это у нас выдача поручительств. Мы выдаем поручительства нашим предпринимателям, которые обращаются в кредитные учреждения и получают уже большие суммы денег. Мы там поручаемся на 70%, максимальная сумма поручительства – 25 миллионов рублей. Ну и срок исходит от срока банка. Ну и третье направление – у нас есть фонд развития промышленности. Поддерживаем предпринимателей, которые занимаются обрабатывающей промышленностью. Сумма займа от 5 до 50 миллионов рублей. Ставка варьируется от 1 до 3% годовых. Срок займа до 5 лет. Давайте сейчас вернемся тогда к первой деятельности. Итоги у нас за 2024 год, ну первый квартал и почти полугодие. За первый квартал поступило 86 заявок на получение микрозайма на сумму 245 миллионов рублей. Из них за первый квартал выдано 52 заявки на общую сумму 150 миллионов рублей. Если рассмотреть уже на сегодняшний день, сколько это заявок, да, на сегодняшний день заявок 222 заявки на общую сумму 633 миллиона. Это уже существенно какой-то бум заявок пошел для нашего фонда. И выдано 149 заявок на общую сумму 424 миллиона. Если взять показатели 2023 года, мы выдали 234 микрозайма нашим предпринимателям на общую сумму 534 миллиона. То есть осталось 110 миллионов и мы уже приближаемся к показателям за весь 2023 год. То есть это показывает, что интерес к нашим микрозаймам растет с каждым днем. Вот. Большинство преобладающие у нас получают это строительство, у нас торговля очень активно берет. Ну и в основном половина портфеля у нас занимает услуга, иные виды деятельности. То есть наши предприниматели услугой очень актуально пользуются нашими мерами господдержки. Вот. Теперь перейдем на поручительство. За первый квартал 2024 года мы выдали 38 поручительств. На общую сумму 266 миллионов мы поручились перед кредитными учреждениями. С помощью нашего поручительства 38 предпринимателей получили 766 миллионов рублей кредитными средствами. То есть с помощью поручительства фонда. А если смотреть уже на 5 июня 2024 года, эта сумма уже выросла. Здесь мы выдали 84 поручительства на общую сумму уже 626 миллионов рублей. При этом наши предприниматели смогли привлечь кредитные средства на общую сумму 1 миллиард 624 миллиона рублей. То есть за квартал мы два раза увеличили наши объемы. Вот. А по фонду промышленности у нас поступила одна заявка. Это производство бытовых химий, обрабатывающая промышленность. Мы выдали 7 миллионов рублей на приобретение оборудования для автоматизированного разбавления и затаривания вот этих наших бытовых жидкостей. На какую сумму фонд выдал с начала года средств именно по микрозаймам? О каких суммах конкретно идет речь? И насколько сложно подать документы, а главное на каких условиях? Ну, вот 222 заявки по микрозаймам. Из них получило 149 предпринимателей. Это у них на каждого предпринимателя где-то средняя сумма займа 2 миллиона 800. То есть каждый предприниматель у нас в среднем получает такую сумму для развития своего бизнеса. Оно выдается на 3 года. Ставки тоже варьируются от вида деятельности. Где можно подать? Подать можно документы в нашем офисе. Это вот Аджиникиза 50, здание Нордхауса, второй этаж. Можно подать по всей территории Республики Саха и Якутия в центрах «Мой бизнес». Мы имеем с ними агентский договор, предприниматели просто обращаются в районные центры, где есть центр «Мой бизнес». Там они консультируют, помогают со сбором документов, там и подают заявку. Вообще можно там и подписать договор займа, к нам ехать в город не надо. И третий способ, самый актуальный, это на общую почту фонда отправляются сканы документов. Предприниматели сами собирают и отправляют. На сегодняшний день, если посмотреть, мы в неделю рассматриваем по 22-25 заявок на получение микрозайма. А под какую процентную ставку? Давайте по процентным ставкам. У нас самозанятые получают от 4 до 7% годовых. Торговля у нас получает 8% годовых. Строительство, услуги у нас получают от 10 до 12% годовых. Есть у нас приоритетные направления, это сельское хозяйство, это туризм, это арктические предприниматели, это моногорода. Они получают от 5 до 8% годовых. Оно варьируется, исходя где они зарегистрированы. Есть снижающие факторы, там сделано в Якутии, там члены АКОРа, женское предпринимательство, молодое предпринимательство. За каждый пункт у нас сокращаются процентные ставки, там 0,25%. И можно выйти на минимальную ставку. Помимо этого есть продукт, мы утвердили по чрезвычайным ситуациям, то есть точечно помогаем предпринимателям, которые попали в пожары, да, и мы выдаем по 4% годовых. А вот, например, пострадавшим предпринимателям, которые пострадали, например, в Намском районе, мы им будем выдавать на восстановление бизнеса под 1% годовых, со строчкой платежа до года. Да, действительно такая хорошая поддержка. А каков срок? Срок тоже до 3 лет. Там у нас урагулируется приказы Министерства экономического развития Российской Федерации. Мы не очень согласны с этим приказом, потому что в реалиях нашей республики с населением нам нужны 5-летние займы. Кто чаще всего обращается за микрозаймами? В основном за микрозаймами обращаются субъекты малого и среднего предпринимательства, которые состоят в реестре Федерального налоговой службы. Большинством на сегодняшний день, если смотреть, это торговля. Потом у нас идет производство, строительство и третьим у нас замыкает в портфеле услуга. И потом у нас и уже сельское хозяйство, народные промыслы, самозанятые тоже. Какую-то часть портфеля у нас занимают. Как фонд выдает займы под поручительство? Насколько данный вид популярен? Ой, поручительство он сейчас у нас стал очень актуальным. То есть наши предприниматели, которые говорят, что микрозайм мало, 5 миллионов, они обращаются в кредитное учреждение уже за большой суммой, от 5 и выше миллионов рублей. Они подают по требованиям банка все документы, в банке получают одобрение. При подаче заявки они пишут под поручительство фонда. Мы со всеми банками работаем, у нас есть соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. После одобрения банки сформируют сами пакет документов и отправляют к нам в фонд. Мы в течение трех дней это рассматриваем. Если в статистическом вариации смотреть, в 95 случаях мы одобряем выдачу поручительства. То есть предпринимателю не надо отдельно собирать документы для нашего фонда. Все, мы одобрили. Банки составляют трехстороннее соглашение. Это соглашение подписывается. И предприниматель, благодаря поручительству фонда, где мы можем до 70% закрыть залоговое обеспечение в виде поручительства, получает займ и развивает свой бизнес. Если смотреть итоги 2023 года, мы поручились на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Благодаря этой суммы поручительства бизнес смог получить 3 миллиарда 624 миллиона рублей. Кредитными средствами они привлекли для развития своего бизнеса. Это колоссальная поддержка для наших предпринимателей, потому что банки без залога не выдают. И там процентная ставка тоже такая же или? Процентную ставку устанавливает банк. Они берут по процентной ставке. У нас есть комиссия от выданного суммы поручительства. Для начинающих предпринимателей 0,1 годовых комиссия. А для других предпринимателей, которые уже состоявшиеся, у них 0,5% годовых. От суммы выданного поручительства. Это копейки. Какие национальные проекты реализуются через фонд? И о ваших планах до конца этого года? По национальному проекту мы отвечаем за 5 показателей национального проекта. Это акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства. Там, где выдача поручительств. У нас показатель за 2024 год 768 штук. Мы его практически на сегодняшний день выполнили. У нас там 734 штуки уже выдано. Осталось до конца года. Мы его перевыполним. Есть показатель по этой же программе, выданные поручительства. Этот показатель уже на сегодняшний день годовой перевыполнен. Потом у нас идут показатели по легкому старту. Развитие начинающих, поддержка начинающих предпринимателей. По выданным займам мы на сегодняшний день тоже в портфеле должно у нас действовать 160 займов для начинающих предпринимателей. Но в нашем портфеле на сегодняшний день 255 начинающих предпринимателей уже получили займ. Этот показатель уже за 2024 год перевыполнен. Есть еще такое же создание условий для легкого старта с выданными поручительствами. Там у нас показатель в рублях, в миллионах. Там должно быть 26 миллионов получено начинающими предпринимателями в кредитных учреждениях с поручительством фонда. Этот показатель сегодня составляет 52 миллиона. Они уже получили начинающие предприниматели с поручительством фонда, с банками, получили кредиты, пройдя одобрение. И последнее это поддержка самозанятых граждан. Показатель за 2024 год 2 миллиона 900 тысяч. Мы на сегодняшний день выдали на 3 миллиона 200 тысяч нашим самозанятым предпринимателям. Это очень актуальный продукт. Скорее всего до конца года эта сумма будет расти до 12 миллионов. Дойдет. Какие-то еще возможные меры начинающим предпринимателям? По начинающим предпринимателям есть планы Министерства экономического развития совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства. Там устанавливается, что мы должны за 2024 год выдать 160 займов начинающим предпринимателям. Вот вновь зарегистрировался и может уже получить. На сегодняшний день выдано 33 начинающим предпринимателям. До конца года мы этот план должны выполнить. Для этого мы создали продукт «Старт». Там до 500 тысяч можно получить без обеспечения, а с поручительством физлица. До 1,5 миллиона можно получить, предоставив обеспечение. И до 2 миллионов можно получить, если у тебя есть софинансирование со стороны предпринимателя 20% от 2 миллионов. Это 200 тысяч, если у него есть, то можно получить до 2 миллионов обеспечения. Там ставка 4% годовых срок до 3 лет. Спасибо вам большое за актуальную информацию. Но я напомню, в эфире нашего телеканала была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.